Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 33 главу. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок. И поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей за ними, а Рахиль и Иосифа сзади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав навстречу к нему, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. Вот встреча братьев после долгой разлуки. В прошлый раз мы их застали вместе, когда Иаков обманул Исава. Исав пытается его убить. И вот они разбежались, вернее убежал Иаков, и прошли долгие годы. Они изменились. Иаков смирился. Иаков признал свою вину. Он поклонился своему брату семь раз, пока к нему подходил. И мы видим, что Исав его простил. Побежал к нему навстречу, обнял его, и пал на шею его, и целовал, и плакали оба. Это одна из библейских сцен прощения и примирения. И вот эта тема прощения и примирения, она в Библии присутствует очень глубоко. Это одна из ключевых тем Священного Писания вообще. И Священное Писание, оно те или иные нравственные, даже догматические темы, излагает часто в форме повествования. Писание, оно в этом отношении сделано так, чтобы оно было доходчиво для читателя. Потому что мы можем сказать теоретически, что примирение – это хорошо, и что нужно быть смиренным, искать примирение. Но здесь это показано на примере, на примере конкретных людей. Вот Иаков раскаивается, ищет прощение, ищет примирение, и он его находит. Исаав его прощает. Это один из образов прощения, который должен помочь людям понять, что такое Божие прощение, и как люди должны искать Божье прощение. Если они будут его искать, они его найдут. И взглянул Исаав, и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки, и дети их и поклонились. Подошла Лия, и дети ее и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исаав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего. Исаав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Иаков сказал, нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был богосклонен ко мне. Прими богословение мое, которое принес тебе, потому что Бог даровал мне, и у меня есть все. И упросил его, и тот взял. Иаков, желая закрепить вот это примирение, он настаивает на том, чтобы Исаав взял эти дары и засвидетельствовал, что он больше не сердится, что мир установлен, что он эти дары уже принял. И сказал, поднимемся и пойдем, я пойду пред тобою. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежные, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. Исаав сказал, оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исаав тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Сокхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шаваши. От сего он нарек имя месту – Сокхов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, богополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Еммора отца Сихемова за сто монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа, бога Израилева. И мы видим, что с Иаковым все в порядке. Он не убит, он жив и здоров. Он сохранил большую часть своих богатств, которых ему даровал Бог. И все это у него было, потому что он проявил рассудительность и смирение. Вместо того, чтобы конфликтовать, вместо того, чтобы выяснять отношения, он смиряется перед своим обиженным братом, он приносит ему обильные дары, и он в итоге уходит живым и здоровым, с большей частью своих богатств, и поселяется в земле Ханаанской, наконец. С ним все в порядке. И это урок, конечно, того, как следует выходить из конфликтов. Мы склонны... Это программа, которая в нас срабатывает автоматически, в случае конфликта настаивает на своей правоте. И это не работает. Это работает только на дальнейшее раскачивание конфликта. Но если мы смиряемся, если мы ищем мира, все кончается для нас гораздо лучше. Мы с вами прочитали 33 главу книги Бытия. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».